Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Наша сегодняшняя встреча посвящена воинскому учёту и конфигурации ERP управления холдингом. Наши контактные данные вы видите на экране, наша электронная почта, телефоны, телеграм-контакты и, соответственно, адрес нашего сайта. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитик Инесс Гардышева Галина. И мы будем вам благодарны за обратную связь. Если вы хотите какие-то темы более подробно, чтобы мы осветили, или у вас возникли вопросы по ходу нашей встречи, то вы можете задавать их любым удобным для вас способом. Естественно, если это в письменном виде будет, то нам будет возможность более предметно ответить вам. И мы не будем лимитированы по времени, то есть сможем ответить более подробно. Итак, сегодняшняя наша встреча будет проходить вот по такому плану, по программу вебинара вы видите на экране. И мы будем с вами взаимодействовать таким образом. То есть нормативные, скажем так, требования и изменения законодательства мы будем смотреть на слайдиках. А параллельно будем переключаться с вами на демо-базу вот таким вот образом и смотреть уже на местности, как отразить те или иные вопросы в 1С. И, соответственно, сейчас так вот подвинем. Соответственно, будем с вами заяснять, какие тонкости необходимо учесть, какие штрафные санкции будут действовать за невыполнение, ну и так далее. Сначала немножко теоретическую базу, так сказать, напомним. То есть в 2022 году у нас происходило достаточно громкое, так сказать, законодательное изменение. То есть был указ президента от 21 сентября 2022 года о частичной мобилизации и действия государственных органов, соответственно, в этом контексте. И этот приказ, этот указ президента проставил акценты, акцентировал важность внимания воинского учета и привлек внимание, поскольку этот раздел учета, в общем-то, чаще всего не освещался подробно, ему не уделялось достаточное внимания. И некоторые компании, в общем-то, не вели воинский учет в том объеме, в котором предполагался. И, собственно говоря, в связи с тем, что этот указ президента дал толчок, то, естественно, изменились и законодательные акты, и нормативные документы. То есть воинский учет мы обязаны ввести в соответствии с инструкцией по обеспечению функционирования воинского учета. То есть вы видите название нормативного документа на экране, на слайдике. То есть это у нас приказ Министерства обороны, номер 700. То есть он устанавливает формы документов, как их хранить, те сроки хранения, процедуры оформления. Ну, то есть, в общем-то, регламентируют правила воинского учета. Естественно, О1С тоже это было организовано. И практически конфигурации бухгалтерия, предприятия, зарплаты управления персоналом, ERP, ERP управления холдингом содержат достаточно подробный план документов. И, собственно говоря, позволяет ввести воинский учет в полном объеме. Но необходимо учесть, что требуются некоторые административные шаги для того, чтобы организовать и воинский учет, и документацию, которая должна быть на предприятии, для того, чтобы к нему отсутствовали претензии. Ну, во-первых, в О1С для того, чтобы подключить возможность ведения воинского учета, требуется, как и во многих других подразделах, этот функционал активировать. Из административных шагов, то есть, сейчас мы поговорим подробнее про административные шаги, а для того, чтобы иметь возможность в О1С ввести вообще воинский учет, мы, во-первых, должны автоматически подключить такую опцию, во-вторых, назначить дежурную жертву, то есть, ответственного заведения воинского учета, собрать пакет документов, которые требуются для того, чтобы поставить на учет в военкомате вашу организацию, заполнить карточки и внести, то есть, мы должны в штатное расписание внести должности, которые у нас есть, и которые предполагается, то, что на эти должности будут приняты люди, которые подлежат воинскому учету, ну, то есть, организовать документы оборот. Еще немножко нормативной информации. В 23-м году, то есть, это у нас начало, так сказать, пристального внимания было в 22-м году, а в 23-м году вступил в силу федеральный закон номер 127 ФЗ, то есть, он уже как бы дал направление на цифровизацию системы воинского учета. То есть, у нас изменился именно порядок, порядок обмена сведениями и порядок обмена информации между воинкоматами и организациями. Ну, во-первых, стало обязательным, что работодатель должен оповещать призывников о получении электронных повесток. Во-первых, ввели электронные повестки, а во-вторых, ввели обязательства работодателей для уведомления сотрудников. Раньше военкомат уведомлял физическое лицо, то есть, человека напрямую, минуя работодателя, и, соответственно, в этом случае все риски и все административные движения были на совести военкоматов. Теперь эта ситуация была изменена. В 23-м году, напомню еще раз. То есть, мы должны не только оповещать призывника, но и если призывник отказался от выручения повестки, то теперь требуется не просто этот факт зафиксировать, а еще привлечь свидетелей. То есть, должны сотрудники, которые вручают повестку, указывать свои должности, фамилия, имя, отчество, фамилия, имя, отчество и должность свидетеля. Ну, то есть, теперь совсем по-другому организована система вручения повесток. То есть, теперь военкомат не бегает по квартирам и не подсовывает под дверью повестки. А теперь это обязанность работодателя. И вот здесь начинаются самые большие штрафные санкции. И если сотрудник не явился во военкомат в течение 20 дней со дня получения повестки, то уже включаются административные штрафные санкции. Мы еще поговорим про них подробнее в течение нашей встречи. Но в этом случае для сотрудника включаются, так сказать, меры административного воздействия. И для самого предприятия. То есть, сотрудник не сможет выехать за границу, пока не явится в военкомат. Может потерять право регистрировать юридические лица и ИП, то есть вести коммерческую деятельность. Недвижимость будет ограничена в правах по работе с недвижимостью. Теперь также сокращен срок подачи заявления в военкомат о работниках. Когда у нас сводилась отчетность СИФС-1, то был установлен жесткий срок, что о кадровых мероприятиях мы должны на следующий день уведомлять Единый социальный фонд. И также был пересмотрен срок. Раньше военкомат мы должны были подавать сведения в течение двух недель об этих же кадровых событиях. Теперь эти у нас сроки сократились до пяти дней. И, соответственно, до пяти дней мы должны сообщить о том, что какие-то наши сотрудники, например, отказались или не состоят, выявлены те, которые не состоят на учете. Если мы выявили такие граждане, то на самом деле срок даже более жесткий – три дня. Но в течение этого срока мы должны уведомить военкомат. Также мы обязаны уведомлять военкомат. И если у нас люди увольняются, то есть военнообязанные увольняются, мы подаем сведения об этом в военкомат. Вы видите на экране, так сказать, нормативную часть. Предполагается, что это будет происходить через госуслуги, но по каместе такой функционал не реализован. И, соответственно, мы подаем это на бумажном носителе. И плюс ко всему здесь нужно иметь в виду, что некоторые муниципальные образования имеют свои бланки. То есть не совсем типовые, а немножко видоизмененные. То есть, например, содержащие логотипы или какие-то дополнительные сведения. Поэтому прежде чем такие сведения подавать, нужно в военкомате уточнить, по каким формам военкомат будет принимать отчетность. Но на самом деле, рано или поздно, поскольку уже внимание этому вопросу уделено, цифровизация, так сказать, идет, то рано или поздно это будет происходить по запланированному порядку, то есть через госуслуги. Ну и, естественно, требуется проводить сверки с военкоматами. Сверки, частота проведения сверок в военкоматах тоже рекламентирована. И у нас есть инструкция, которая устанавливает, что не реже одного раза в год проводится. Ну, а чаще, конечно, вы можете хоть каждый день ходить. Ну, на самом деле, то есть не реже одного раза в год. У вас на карточках должна быть ответка военкомата о том, что церили вы эти данные. И еще немного теоретических сведений. Как я уже говорила, административная ответственность работодателей, то есть юридических лиц, очень сильно изменена. И если мы нарушаем правила воинского учета, то у нас предусмотрены очень большие штрафы за непредоставление сведений, несвоевременное предоставление сведений, и особенно за неуведомление о сотрудниках, то есть выполнение новых обязательств работодателя в указанные сроки. Никаких освобождений для компаний малого и среднего бизнеса в этом случае нет. Например, если вносится новая ФСБУ или какие-то другие регламентированные учеты, регламентированные документы по бухгалтерскому или налоговому учету, в них бывают исключения для предприятий малого и среднего бизнеса. Так вот, обращаю еще раз внимание, по воинскому учету исключений и освобождений для малого и среднего бизнеса нет. Но есть такая тонкость, что все нормативные сведения, штрафы и так далее выпущены касательно юридических лиц. То есть ИП не обязательно соблюдать данное требование. Самый основной вопрос был, что у нас, например, нет работников, которые подлежат воинскому учету. Так вот, конкретизировано, что воинскому учету подлежат мужчины-призывники. То есть у нас призывники могут быть мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Раньше возраст был меньше, до 27 лет. Сейчас призывной возраст увеличен, которые состоят на воинском учете и не относятся к тем, которые уже находятся в запасе. То есть военные, которые вышли на пенсию или по каким-то причинам по здоровью уволились и так далее. Ну и, естественно, военно обязанные. То есть здесь могут быть не только мужчины. Ну, во-первых, военно обязанные – это мужчины, которые пребывают в запасе. А во-вторых, это граждане, которые не проходили военную службу по состоянию здоровья, например, то есть которые были освобождены от призыва. И сейчас мы с вами посмотрим слайдик, кто еще по законодательству относится к военно обязанным. То есть это у нас не только мужчины, но и женщины. И давайте вот посмотрим. То есть это у нас граждане до 30 лет, женщины, которые не проходили военную службу, либо по здоровью, либо учились. Женщины, которые имеют военно-учетные специальности, ну, например, связистки, телеграфистки. То есть есть положение номер один о воинском учете, в котором перечислены эти специальности. И, соответственно, женщины, которые имеют такие специальности, тоже должны состоять на воинском учете. Ну, соответственно, мужчины, окончившие военные кафедры, граждане, которые проходили альтернативную гражданскую службу, если у них были в институтах, в высших учебных заведениях военной кафедры, уволенные в запас, соответственно, уволенные без постановки на учет, ну и так далее. То есть вот вы видите на этом слайдике перечисление всех категорий граждан, которые должны состоять на воинском учете. При этом в этом году уже были уточнения, поскольку у нас изменялись правила работы с дистанционными сотрудниками, с совместителями, соответственно, и так далее, то теперь по воинскому учету у нас добавились дистанционные работники, совместители, все неполные рабочие дни и, собственно говоря, сезонные работники, если такие на вашем предприятии, имеют место. И вы видите здесь ссылки на документы, которые регулируют воинский учет. Как вы видите, не только положение о воинском учете, но и инструкции Минобороны, методические рекомендации Генштаба, то есть, в принципе, не только документы, которые относятся к фискальным нашим органам налоговым, например, соцфонд и так далее, но и Генштаб руку приложил. И еще немножко информации такой теоретической. Значит, эти документы у нас с вами регулируют воинский учет, еще раз повторюсь, в организациях, то есть в юридических лицах. И, соответственно, частные предприниматели в этот список не входят. То есть формально эписты не несут обязанности вести воинский учет. Но, естественно, не формально, а по жизни. Если вы не ведете воинский учет, если вы имеете наемных работников, то вы лучше подстраховаться, скажем так. Ну и, естественно, если вы частный предприниматель и мужчина, то вы сам за себя отвечаете за постановку на воинский учет. В связи с изменениями, которые у нас происходили в 2023-2024 годах, у нас отсрочка может предоставляться также в зависимости от специальности. То есть, например, IT-специалистам, если компания имеет аккредитацию, то в этом случае предоставляется отсрочка до достижения возраста 30 лет. И также повышен предельный возраст солдат, матросов, сержантов, которые пребывают в запасе. И повышен предельный возраст для, как вы видите, для людей, которые имеют разряды. Теперь, что же у нас на самом деле представляет собой отчетность? А, во-первых, здесь надо попугать вас. То есть, штрафы самые большие за нарушение воинского учета. И вот в этой табличке вы видите сравнение. То есть, если до 1 октября 2023 года какое-то конкретное правонарушение вызывало штраф тысяча-три тысячи рублей, то теперь должностное лицо от 40 до 50 тысяч. А на компанию, как вы видите, для малого бизнеса от 175 до 200 тысяч. А если у вас крупная компания, крупная это более 500 человек, то в этом случае штрафные санкции составят 350-400 тысяч рублей. Если вы предоставили в военкомат отчетность с опозданием, то тут тоже эти же санкции действуют. Если своевременно не оповестили сотрудника о том, что ему пришла повестка, или не отпустили с работы, например, на сборный пункт или воинскую часть, то в этом случае штрафы от 400 до 500 тысяч. Раньше ответственности не было вообще для юридического лица, для компании. А сейчас, как вы видите, эти штрафы стали более чем существенными. И вопрос, кто может проверять состояние воинского учета, естественно, как вы соблюдаете все требования. Во-первых, это органы военкоматов, специалисты военкоматов. Они обязаны минимум один раз в три года проверять воинский учет, если у вас до 500 человек. Если у вас уже более 500 человек численность, то в этом случае они должны ежегодно проверять состояние воинского учета. То есть не один раз в три года, а каждый год. И, соответственно, проверки, так же, как и при налоговых проверках, могут быть плановые и могут быть внеплановые, когда, например, кто-то на вас пожаловался, ну, какие-то другие основания для проведения внеплановой проверки. Если вы не ввели никогда воинский учет, то для того, чтобы его начать, во-первых, необходимо поставить вашу организацию на учет в военкомате по месту юридического адреса, то есть по месту регистрации фирмы. Если у вас где-то есть обособленные подразделения, филиалы, то ставить организацию на воинский учет по месту нахождения филиалов не нужно. То есть ставится по месту нахождения главной организации. И, соответственно, забирается пакет документов, которые надо предоставить в военкомат для регистрации. То есть это копия учредительных документов, карточку по форме 18, приказ об организации воинского учета и план работ. Несмотря на то, что это звучит, скажем так, страшающе, документы, план работ по воинскому учету и приказ по организации у нас содержатся в 1С. Когда перейдем работать в конфигурацию, мы с вами их посмотрим. Ну и, естественно, как я уже говорила, территориальные органы могут вводить какие-то свои в форму бланков отчетов. По смыслу они как бы содержат ту информацию, которую содержат утвержденные отчеты, но по форме могут немножко отличаться. То есть что мы должны сделать, чтобы, ну, во-первых, приблизиться к желаемому, то есть к цифровому учету, а во-вторых, не попасть под штрафы, про которые мы только что поговорили. Ну, во-первых, проводится инструктаж. Когда мы выбираем жертву, то есть ответственное лицо за воинский учет, мы должны провести его инструктаж. И, естественно, этот инструктаж лучше зафиксировать в журнале и под роспись, что человек этот инструктаж прослушал. Во-вторых, мы должны скорректировать план мероприятий по воинскому учету. Скажем так, выдать соответствующие приказы о введении этого плана в действие и так далее. И, собственно говоря, приказ мы должны проверить на соответствие методики Минобороны номер 700. Мы уже говорили об этом документе. и всех военно обязанных уведомить о новых требованиях закона. То есть это у нас содержится в памятке или в информационном письме, которое в методике предусмотрено. Про это можно почитать. Ну и, собственно говоря, естественно, обеспечить консультации, если это необходимо. Проверить, будем мы проводить бронирование или не будем. Повлияет это, например, на бесперепойную работу. Или мы ограничимся обычным введением учета. И, собственно говоря, рассказать про риски, про штрафы и, соответственно, постараться от этого минимизировать путем информирования ваших сотрудников. И еще немножечко нормативной информации буквально последние шаги. То есть для того, чтобы начать вести воинский учет, мы, как уже говорили, этот воинский учет необходимо активизировать. Вот вы видите на слайдике картинка, то есть мы проставляем чекбокс, зеленую галочку в случае воинского учета, что мы ведем воинский учет и что мы ведем бронирование граждан, ну, например, IT-специалистов. Сейчас мы с вами переключимся, наконец-таки, на само демо-базу и посмотрим, как это выглядит. Значит, у нас с вами, как мы уже говорили, активация дополнительных функциональных опций происходит через раздел НСИИ администрирования. И, соответственно, если мы говорим про кадровый учет, про воинский учет, то у нас раздел кадра. Мы в разделе кадров с вами вот двигаемся немножко вниз. После штатного расписания у нас идет настройка воинского учета. То есть мы проставляем флажки чекбокса, что воинский учет ведется и что, например, мы ведем учет бронирования граждан. Значит, флажок воинский учет добавляет нам одну форму отчетности. А вот второй флажок нам добавляет еще две. Всего получается три формы отчетов мы должны задавать с вами, если проставили эти два флажка. Ну, естественно, вы проставляете флажки, которые соответствуют вашим бизнес-процессам. То есть есть ли у вас летный состав и так далее. Ну и, собственно говоря, вести учет по специальности сотрудников будете вы или не будете. то есть, когда вы проводите активацию каких-то функциональных опций, самое основное это читать подсказки и внимательно анализировать, то есть подходит вам это или не подходит. Вот мы проставили эти отметочки и теперь у нас с вами в разделе и кадры и зарплата появились разделы воинский учет. Сейчас мы посмотрим, как это выглядит. Так, закроем кадры. Вот у нас с вами появился раздел воинский учет. Кроме этого, у нас в разделе учетная политика. Сейчас мы с вами туда пойдем, то есть в раздел организации мы переходим, заходим в юрлица вашего холдинга и вот первое попавшееся. У нас с вами есть закладочки учетная политика и налоги и зарплата и кадры. То есть соответственно меню закладочка зарплата и кадры у нас с вами появился тоже раздел воинский учет. И нам надо сюда зайти и посмотреть, что у нас здесь нужно изменить. Вот по гиперссылке изменить мы заходим в этот раздел. И здесь у нас есть приказ об организации воинского учета и план работы по осуществлению воинского учета. То есть это документы, которые нам необходимо составить для того, чтобы отчитаться, что мы зайки и у нас все ведется как надо. Но во-первых мы должны проставить год, с которого у нас ведется учет. Ну в нашем случае у меня в домобазе 24-й год. Если вы например не вели то есть вы проставляете тот год, который соответствует действительности. То есть мы здесь можем добавить категории, например, выберем руководителей и кто. Вот пусть у нас будет одна дежурная жертва. Теперь переходим к плану работ по осуществлению воинского учета. То есть приказ это документ, который вводит план работы в действие. То есть аналогично тому, что мы вводим учетную политику приказом о начале действия. Значит вот здесь будет сразу видно халтурили мы или не халтурили при заполнении первоначальных сведений про ваше юрлицо. вот здесь сразу в глаза бросается, что я, например, халтурила при заполнении первоначальных сведений, потому что у меня здесь не указаны видите должности, фамилии, то есть у меня не указан ответственный за воинский учет. Если бы я заполнила сведения о предприятии так, как надо и ответственно за воинский учет назначила, то естественно у меня были бы указаны здесь соответственно эти данные. А так я должна в режиме ручного редактирования эти данные подставлять. В режиме ручного редактирования это у меня вот такая пиктограммка есть. Это включает или отключает режим редактирования. Если я нажимаю этот режим, то я могу здесь уже что-то писать конкретно. Ну, например, там ФИО написать вот так для примера и так далее. То есть соответственно директор или генеральный директор Иванов Петров Сидоров ну и соответственно заполнять эти сведения. Военный комиссар здесь в любом случае эти сведения тоже все будут заполнить. Но, как вы помните, отмена ручного редактирования не решает основной проблемы. То есть как только я могу получить печатную форму документа, я могу распечатать документ, то есть вот вывести печатную форму, посмотреть предварительно, что у меня получилось, но как только я из печатной формы, которую редактировала, уйду, то все мои доработки не сохранятся. То есть вот теперь снова я захожу и как вы видите ничего, что я тут написала у меня не сохранилось. Но собственно говоря, мы распечатываем вот этот документ и потом делаем приказ о его введении в действие. Ну соответственно указываем вручную число, регистрируем этот приказ в журнале регистрации приказов, ну то есть все как с обычными приказами, работаем по такой же схеме, как с обычными приказами. после того, как мы настроили, то есть мы провели активацию этих опций через инс и администрирование в разделе кадры, мы с вами зашли в карточку организации и настроили и настроили сведения на закладке зарплаты кадры, мы с вами можем переходить конкретно к работе с документами по воинскому учету, но кроме того, что мы с вами можем переходить в программе, мы должны выполнить определенный ритуал, то есть мы должны завести фактически документы оборот, то есть распечатать, завести папочки, подписать, ну то есть уже так сказать физически осуществить административные действия по организации воинского учета. Теперь, как мы с вами сказали уже, у нас появился раздел воинский учет в разделе кадры, и здесь у нас есть летские сообщения об изменениях, ну и естественно документы бронирования, сведения о приеме увольнения для военкоматов, то есть о кадровых мероприятиях, которые мы подаем в разделе отчетности ЕФС-1 на следующий день, а здесь, как я уже говорил, в течение пяти дней после кадрового мероприятия. И у нас с вами есть кроме этого, сейчас я закрою лишнее, у нас есть сверка карточек воинского учета. Сейчас мы снова к нашим слайдикам вернемся. вот так. Значит, как я уже говорила, организации учетной политики и настройки, я вот в это задаю ответственных лиц, это и в 1С ЗУП у нас такие сведения создаются, и в 1С ЕРП, и собственно в этой тоже конфигурации. то есть мы задаем ответственное лицо за воинский учет, ну соответственно выбираем нашего сотрудника и так далее. Это вот слайдик показывает, где мы вносили изменения, то есть где мы активировали опцию ведения воинского учета. посмотрите, ведется или нет воинский учет, мы можем с вами в карточке сотрудника нашего любого у нас есть раздел, то есть кроме личных данных семейных и так далее, у нас есть раздел воинский учет. и вот если мы все верно заполнили, то у нас раздел воинский учет. Сейчас мы с вами посмотрим его. Значит, ну допустим, выберем какое-нибудь кадровое мероприятие, ну вот кадровое мероприятие, Новиков Вячеслав, и теперь посмотрим сведения, которые мы должны внести в воинский учет. Вот он у нас с вами воинский учет раздел, и мы переходим по этой ссылке, как вы видите, здесь уже вшиты классификаторы, и мы только выбираем необходимые сведения, ну естественно данные воинского билета вводим из вот так вот выберем, ну то есть заполняем информацию, которую содержит воинский билет, который мы обязаны проверить при приеме сотрудника на работу, и соответственно если ведется у нас бронирование, если мы поставили там флажок, то сведения об отсрочке либо бронировании мы тоже сюда вносим, и соответственно эти сведения сохраняются в истории изменений, ну и здесь мы с вами указываем сведения про военкомат, какой конкретно военкомат, мы подаем, мы ставим организацию на учет в каком военкомате, и в какой военкомат подаем сведения об этом сотруднике, я еще раз напомню, что нам не обязательно делать это по отношению к сотрудникам обособленных подразделений или филиалов мы должны отчитываться по месту нахождения головной организации. Соответственно после того, как все вот эти вот сведения заполнены, мы спокойно можем уже отчитываться, что у нас организован военский учет, что мы белые, пушистые и ни в каком виде не попадаем под штрафы, которые предусмотрены. Так, нет, я не буду изменять здесь сведения. Это мы с вами посмотрели, где у нас карточки о сотруднике, можно проверить его документы воинского учета. Так, теперь мы с вами отсюда перейдем. Значит, раздел кадра, сверка карточек воинского учета. Ну, во-первых, естественно, мы выбираем организацию, которую я вывела, и в этом случае по кнопке создать при приеме на работу мы создаем карточку. если мы сверяем с военкоматом, то есть обязательные процедуры проводим, то мы выбираем вот такой вариант. Если это мы проверяем свои данные, свое ведение воинского учета, то мы можем выбрать и вот такой вот вид. Так, сейчас выберем какой. Так, ну, видите, поскольку у меня к сожалению у этой организации нет сотрудников, то есть просто не получилось показать пример. Значит, и соответственно, когда я провела сверку, у меня сохраняется документ и я подшиваю его в те папочки, которые у меня хранят документы по воинскому учету, то есть чтобы оставались следы моих административных действий. Значит, это мы отсюда выходим. И теперь какая отчетность должна подаваться по воинскому учету. Как мы с вами говорили, один флажок у нас вызывает сдачу одного отчета, а второй флажок у нас добавляет еще нам дополнительно два отчета. Сейчас мы с вами переключимся снова еще на слайдике и посмотрим, какие же мы с вами отчеты должны сдавать, в какие сроки и в каком форме. Ну, во-первых, как я уже говорила, уведомления об изменении, например, о кадровых мероприятиях, то есть кто-то женился, вышел замуж, например, изменил место жительства, перевелся на другую должность, то есть об этом мы должны тоже подавать уведомления и, соответственно, в течение пяти дней, то есть срок, который установлен для сведений о кадровых мероприятиях. Человек, если увольнялся, перемещался в какие-то другие подразделения, то есть прием или увольнение или штатное перемещение военно обязанного работника. Сроки такие же, то есть в течение пяти дней с момента кадрового мероприятия. Теперь опасный пункт уведомления о работниках, вставших или не вставших на воинский учет. Вот в этом случае мы обязаны о работниках, которые не состоят, должны, но по каким-то причинам не встали на воинский учет, то есть или, например, мы принимаем на работу, а он на воинский учет не встал. Вот в этом случае в течение трех дней, как только мы выявили такой случай, мы должны направить сведение или запрос в военкомат. Или если военкомат сам прислал запрос на какого-то нашего сотрудника, то в этом случае мы должны в течение двух недель на такой запрос ответить. Но если мы выявили самостоятельно, то у нас есть только три дня. Ну и соответственно дальше у нас с вами пошли планы работ по проведению, то есть это вот документы, которые мы с вами смотрели, план работ до 31 декабря мы должны представить военкомат и список работников мужского пола, которые подлежат первоначальной постановки на воинский учет. То есть, например, если у нас работали несовершеннолетние и в следующем году им исполняется 17 лет. В этом случае мы должны до 1 ноября предоставить военкомат сведения. Но поскольку в общем-то несовершеннолетние работники сейчас достаточно сложно обстоят дела с их приемом, то в этом случае мы и не можем может у нас и нет таких сотрудников. И соответственно еще по отчетности то есть анкета для сотрудника для первоначальной постановки на воинский учет то есть у нас тоже ежегодно до 1 ноября. То есть обратите внимание все про несовершеннолетних или про тех, которые только достигли совершеннолетия их надо поставить на воинский учет мы сведения подаем до 1 ноября. А карточку учета организации мы сверяем с военкоматом до 10 до 31 декабря. Ну и сверки списков сотрудников это также как проверки которые которые проводятся в военкомате то есть например не реже одного раза в году по срокам которые военкомат устанавливает а все остальные отчеты до 31 декабря то есть у нас фактически есть три срока которые мы должны соблюдать и соответственно в этом случае у нас есть установленные печатные формы сейчас мы с вами снова переключимся на на нашу базу и посмотрим еще раз значит листки сообщений об изменениях мы с вами можем создать форму которую необходимо заполнить и сейчас соответственно заполняем закладочку основное и закладочку сведения о сотруднике то есть сведения которые мы должны подать в военкомат и мы можем соответственно вот так сейчас делаем установить напоминание о том что надо например такого-то числа предоставить на сведку военкомата и так далее ну и в общем-то это у нас когда мы заполняем карточку сотрудники эта информация указывается и воинский учет у нас собственно говоря выполнена обязанность по ведению через кнопочку еще у нас всегда доступна дополнительная функциональность то есть мы можем работать можем присоединить какие-то конкретные файлы например сканокопии военного билета или собственно каких-то других документов и обратите внимание справка вот здесь справка и вот здесь справка фактически у нас одна и та же будет и собственно говоря мы можем посмотреть по ней каким образом работает за документом и порядок регистрации каких-то событий так теперь у нас еще здесь есть документы бронирования которые тоже дополняются в основном при приеме на работу или при проведении каких-то мобилизационных мероприятий например у вас есть сотрудники которые специальности подлежат бронированию и сведения о приеме и о переводе здесь у нас сейчас естественно мы выбираем организацию вот например и подбираем сотрудников у меня тоже к сожалению нету сотрудников которые у нас например перемещались или получили повышение или понижение то есть изменялись должности еще раз хочу напомнить что у нас с военкоматами сейчас на данный момент действует только электронный обмен повестками все остальные сведения мы к сожалению пока не сдаем в бумажном варианте соответственно ответственный сотрудник который назначен приказом должен должен своевременно предоставить военкомат эти документы в бумажном формате еще хочу обратить внимание вот на такой момент то есть в разделе регламентированная отчетность у нас с вами есть вот такой блок 1С отчетность обратите внимание по воинскому учету у нас с вами здесь нет никаких сведений то есть если я перехожу в регламентированные отчеты общий журнал документов у меня вылазит вот такой баннер то есть эта программа хвалит сама себя за сервис 1С отчетность то есть это мы с вами смотрели блок 1С отчетность а это сервис 1С отчетность то есть вот в с такими фискальными органами мы можем обмениваться напрямую информацией то есть отчетами письмами и так далее то есть у нас здесь с вами предусмотрено министерство обороны но к сожалению вот этот вот сервис на данный момент ну во-первых не работает а во-вторых сервис 1С отчетность имеет так сказать это бочка меда содержит ловку дегтя почитать поподробнее мы можем вот по ссылочке 1С отчетность подключиться мы тоже можем достаточно несложно вот таким вот образом но так сказать то что записано мелким текстом это сервис платный если у вас есть подписка ЭТС проф то в этом случае вы можете подсоединить одно юрлицо бесплатно остальные за денежки а если у вас подписка ЭТС техно то вы можете подключиться уже только за денежки бесплатного подключения у вас нету правда в общем-то цифра цифра так сказать ценник не слишком большой то есть это порядка 4 800 за год ну соответственно зависит от количества лицензий которые вам надо оформить на своих сотрудников но в будущем так сказать предусмотрен такой вариант что этот сервис 1С отчетность будет функционировать и с министерством обороны и соответственно цифровизация будет развиваться и мы сможем вот используя такой сервис сдавать отчетность в электронном формате и хочу напомнить еще один момент раз уж мы заговорили про электронный формат то как вы помните у нас с 1 сентября 2024 года кончается переходный период по электронным цифровым подписям и машиночитаемым доверенностям которые которые оформлялись с учетом старых правил с 1 сентября мы должны создавать электронные цифровые подписи для сотрудников и скажем так для создания электронной подписи сотрудникам которые могут работать с отчетностью то есть например налоговые органы подавать подписывать отчетность для них электронная цифровая подпись должна дублироваться должна подтверждаться машиночитаемой доверенностью то есть мы соответственно с 1 сентября должны проверить что у нас все электронно-цифровые подписи на физических лиц оформлены в соответствии с новыми правилами они были приняты в прошлом году в 23 году и 1 сентября кончается промежуточный переходный период когда еще мы могли использовать подписи по старым правилам оформленные и соответственно если у нас определены люди которые ответственные за ведение воинского учета чтобы у них были оформлены соответствующие электронно-цифровые подписи ЦП и машиночитаемые доверенности для того чтобы работать с военкоматами то есть с Министерством обороны и отсылать сведения которые требуются по отчетности эти органы уже скажем так уже не опасаясь того что можете нарваться на какие-то сложности при сдаче отчетности и здесь еще один момент хочу остановиться на вопросе сдачи отчетности значит у нас с вами как вы видите если я перешла в журнал регистрации общий журнал регистрации то функции обмена письмами уведомлениями и работа с личными кабинетами у меня отражается в верхней строке если я выхожу в общий режим то блок 1с отчетность вот у меня содержит то же самое эти возможности перейти напрямую в этот раздел или перейти в общий журнал документов и в этом случае программа себя каждый раз хвалит прямо аппетитно так бы сразу и подключился и работа с личными кабинетами почему я ставлю это так сказать акцент на этом потому что сейчас у нас в соответствии с направлением цифровизации работа с личными кабинетами тоже немножко перестраивается и у нас кроме того что есть привычные нам личные кабинеты то есть вот с налоговыми органами с бывшим социальным фондом ССС бывшие у нас появились новые личные кабинеты здесь вот это у нас не отражается а посмотреть мы можем вот например личный кабинет как я уже говорила это у нас и через госуслуги планируется будет работа например личный кабинет вот у нас раздел единый налоговый счет есть еще личный кабинет единого налогового счета в вот этом блоке регламентированных отчетов личного кабинета по единому налоговому счету вы не увидите здесь его нету то есть он у нас стоит немножко обособленным и естественно для того чтобы например работать с этим личным кабинетом по единому налоговому счету у нас возможность подключить такой кабинет вроде как есть но для того чтобы подключить личный кабинет нам нужно опять-таки воспользоваться сервисом 1С отчетность ну вот я выбираю свою организацию вся в предвкушении а программа мне пишет что у вас должен быть подключен сервис 1С отчетность и соответственно вот пишет что я должна сделать что что у меня не в единый момент обращения это все подключится если я перехожу по такой ссылке то у меня вот наглядный пример того что я халтурила при заполнении стартовой информации при вводе сведений в конфигурации сведения о предприятии в конфигурацию вот так значит ну во-первых вы видите поля которые имеют красное подчеркивание но не заполнены они заполняются естественно при вводе первоначальной информации о предприятии а теперь поскольку я их своевременно не заполнила я должна буду ну во-первых в режиме ручного редактирования заполнять а во-вторых видите у меня уже какие-то ошибки вылезли если бы я сразу заполнила эти сведения таких казусов бы не было и второй момент это у меня сертификат электронно-цифровой подписи про что мы говорили то есть во-первых конечно мне сейчас возможно нужен новый сертификат если еще не выполнены требования по новым по новым требованиям я выбираю издать новый сертификат и вот теперь вижу что здесь стоит аналитический центр хотя мы с вами знаем что у нас сейчас ЭЦП выдает только налоговые органы то есть вот здесь у меня выбор есть то есть я могу выбрать в инспекции ФНС но как бы вот сохранилась вот такая ссылка естественно я выбираю выбираю инспекцию вот так а у меня демобаза извините здесь я не могу перевыбрать ну если вы работаете в вашей рабочей базе то естественно вы выбираете налоговые органы и вот можете почитать более подробно что вам потребуется для того чтобы оформить электронно-цифровую подпись ну и сведения владельца естественно у меня должны быть заполнены паспортные данные ответственного лица которого я назначила так сказать дежурной жертвой и сведения про его контактные данные то есть и про телефон и про электронную почту естественно про должность и если я хочу по ссылке перейти в настройки то у меня такая возможность тоже есть как вы видите здесь нету никаких специфических требований что мне необходимо приглашать именно IT специалиста то есть это можно сделать и самостоятельно и здесь есть ссылка на техподдержку то есть в общем-то не сложно все это дело подключить главное заплатить вовремя денежку обратите внимание что здесь у нас есть ссылка на тарифы и мы можем по тарифам посмотреть на какой срок мы хотим оформить если например я хочу вдруг на два года вы видите сумма уже другая но не за потолочные не за облачные цены и соответственно посмотреть на что что и на что мы хотим заказать то есть хватит нам финансовых возможностей для данной для покупки данного сервиса или нет так это мы с вами вот так сейчас отсюда уйдем ну собственно вот все тонкости мы с вами посмотрели добросовестность сотрудника который заполнял сведения тоже проверили еще один момент хочу обратить ваше внимание на расширенные настройки то есть при расширенных настройках мы с вами можем получать уведомления об отчетах то есть если вы отправили уведомления ну то есть отправили отчет и он у вас например стоит статус в работе то когда статус изменится вам придет смс уведомление к сожалению наше время уже подошло к концу мы с вами возвращаемся к нашим слайдикам и снова возвращаемся к начальному слайду мне хочется еще раз обратить внимание вам на наши контакты на нашу электронную почту телефоны телеграм контакты пригласить вас к сотрудничеству и поблагодарить за время которое вы на нас потратили за внимание которое вы нам делили и мы будем очень рады оказаться вам полезными милости просим всего доброго до новых до новых Субтитры создавал DimaTorzok